Какие еще уровни считать важным при внутридневной торговле абсолютных максимумов и минимумов дня? Вопрос хороший. И не только. Абсолютные максимумы и минимумы. Потом проторговка, то есть уровни, которые очень хорошо одерживаются. Сейчас я вам покажу вот такой пример. Я сегодня в Телеграме эту акцию давал, сейчас я ее покажу. АМРН, смотрите внимательно, уровень 4 доллара был идеально одержан. Видите, очень сильное падение, инструмент упал с 13,5 до 4 доллара. Видите, и очень хорошо одержал. И еще есть очень хороший, так называемый уровень первого часа. Уровень первого часа, запомните внимательно, это high-low первого часа. Почему уровень первого часа? Потому что в уровне первого часа самые большие объемы. Самые большие объемы. То есть, high-low, не открытие-закрытие, а high-low. Максим Кардаш задает вопрос. Александр Михайлович, вопрос по техническому анализу. Объясните, пожалуйста, почему уровень, который был уровнем сопротивления, после провития иногда сразу может стать уровнем поддержки и наоборот, а поддержка становится сопротивлением. Спасибо. Во-первых, хочу, дорогие друзья, сказать, что у нас на канале Герчик.inco огромное количество вебинаров, которые именно по техническому анализу, где очень часто можно найти ответы на ваши вопросы. Я бы вам советовал не лениться, а в первую очередь посмотреть вебинары. И на всех вебинарах практически есть ответы, ну практически, если не на все, то на большинство подавляющие ваших вопросов. Максим, отвечая на ваш вопрос, объясню. Дело в том, что борьба за уровень – это борьба покупателя и продавца. Когда покупатель и продавец борются между собой за уровень, задача одного победить другого для того, чтобы поломать картинку на графике и для того, чтобы привлечь в себе помощь либо покупателей, либо продавцов. Поэтому, когда уровень сопротивления становится уровнем поддержки, это значит, что тот человек, который смог перебить продавца, становится лимитным игроком для того, чтобы взять инструмент выше вверх. Почему? Потому что все те, кто до этого покупал, начинают инструмент продавать или, например, закрывать свои позиции. И если крупный игрок, который только что сделал так называемый зеркальный уровень, не удержит именно уровень поддержки и посыпется сразу ордера, тогда он сам не сможет его удержать и цена пойдет вниз вместо того, чтобы он был уровнем поддержки и его ситуация и цена пошла вверх. Во-первых, хочу, дорогие друзья, сказать, что у нас на канале Герчик.inco огромное количество вебинаров, которые именно по техническому анализу, где очень часто можно найти ответы на ваши вопросы. Я бы вам советовал не лениться, а в первую очередь посмотреть вебинары. И на всех вебинарах практически есть ответы. Ну, практически, если не на все, то на большинство подавляющее ваших вопросов. Объяснить, пожалуйста, как может бывший уровень поддержки и сопротивления стать сопротивлением тот, кто хотел купить по некой лимитной цене, хочет продать. Нет. Представьте себе, о чем вы говорите. Это называется зеркальный уровень. По-простому. Когда стоит лимитная заявка для того, чтобы по-простому удержать уровень. То есть надо либо много продать, либо много купить. То есть когда вы видите, что уровень сносится, обычно, для чего выставляется следующая лимитная заявка для покупки? Для того, чтобы все ребята, которые не успели закрыться, вы не забывайте. Представьте себе, стоит одна большая заявка на уровне на продажу. И за ней большое количество шартов. Большой крупный игрок специально выкупает полностью всю заявку и тут же ставит лимитный уровень для того, чтобы все остальные шли закупаться дальше. Так и работает зеркальный уровень. То, что вы сказали, это именно как раз зеркальный уровень. Здравствуйте. Как можно объяснить зеркальный уровень? Получаются лимитные заявки с двух сторон. Ответ – нет. Вы, опять же, не смотрели видео. Абсолютно другая математика. Когда один из игроков побеждает в зеркальном уровне другого, просто один игрок побеждает, его пробивает уровень и становится лимитным. Но это не значит, что лимиты стоят с двух сторон. Лимиты не могут стоять с двух сторон, лимиты могут стоять только с одной стороны. То есть когда ордер переходит из одной плоскости в другую, просто появляются другие игроки. Вот и все. Правильно, что зона экстремума – это самая верхняя, самая нижняя, видимая часть дневного графика зона. Абсолютно верно, да. То есть зона экстремума – это самые экстремальные точки в моменте. Это может быть за пять, за шесть месяцев на дневном графике, там за шесть или двенадцать. Я обычно хожу на более длинные таймфреймы или ухожу чуть-чуть дальше посмотреть, были ли там уровни, только в том случае, если мне не хватает дневного графика. Например, сейчас я вам прямо покажу картиночку, и вы все прекрасно, дорогие друзья, поймете, для того, чтобы не рассказывать на пальцах, потому что очень тяжело объяснить ситуацию, объяснить ситуацию на пальцах. Я вам просто покажу картинки, и вы все поймете. Вот, смотрите внимательно, следующая картинка – это картинка британского фунта. Самое главное то, что я хочу сказать, если вы внимательно посмотрите, насколько красиво и правильно был проведен уровень, видите, посмотрите, на дневке этот уровень, который мы с вами проводили еще до этого. Если вы посмотрите, то инструмент находится в экстремуме, то есть мы, нам немножко не хватает информации для того, чтобы посмотреть, куда этот инструмент может прийти. Вот для этого тогда, либо там я могу сузить, да, в данной ситуации, там, просто сузить такую, видите, картиночку, либо, если мне не хватает, то есть видите, я увижу сразу уровень ближайший, который был один тридцать, пятьсот девяносто один, либо, если мне хочется, не хочется, как бы мелкие картинки, либо мелкие картинки, я просто перейду на недельку, и на недельном графике увижу точно такой уровень, видите. То есть, что я делаю? Да, вы внимательно посмотрите, как четко был отработан уровень один двадцать восемь шестьдесят четыре. Давайте мы его сейчас посмотрим на дневном графике. Как вы видите, это минимальное касание у нас сколько? Ло один двадцать восемь шестьдесят четыре. Я очень хочу обратить на это внимание. Посмотрите, откуда, дорогие друзья, взялся этот уровень. Вот он. Видите? Один двадцать восемь шестьдесят. Разница всего в три пипса. То есть, если мне не хватает, если мне не хватает картиночки, только тогда я могу перейти на более крупный таймфрейм, для того, чтобы на крупном таймфрейме посмотреть, куда этот момент может идти. То есть, если мне хватает экстремума, то есть, в данной ситуации мы видим одну вещь, что вот мы открыли больше график, например, недельный и пошли там самый раз, там, два года назад, да? Чтобы посмотреть более четкую картинку. Мы видим, что уровни с прошлого года и летние, вот они, и это будут экстремумы. Ну, то есть, не надо постоянно ходить на недельный график, для того, чтобы смотреть экстремальные точки. Вы можете спокойно посмотреть по дневке, где себе ведет инструмент. Если вы видите, что дневки вам маловато, только тогда можно переходить на более крупный таймфрейм. Вопрос следующий. Правильно будет сказать так, что на экстремумах уровень отмечаем от предыдущего бара, если есть ложный пробой, но не на экстремумах, там, где точки разворота, так называемые внутренние уровни и внутренние изломы. То есть, мы отмечаем от самого последнего бара, с которого имитент поменял свое направление. Ответ – да. Давайте просто элементарно, сейчас я кое-что уберу и кое-что вам открою. Сейчас, одну секунду. Сейчас давайте кое-что. У меня есть специально вот такой вот файлик. Видите, у Александра Михайловича все есть, которое называется «изломы трендов». То есть, если вы посмотрите, например, вот эту картинку, то вы будете понимать, где изломы трендов, где ложные пробои. То есть, если после инструмента, после того, как инструмент начал идти, есть ложные пробои, то вы берете предыдущий бар. Если вы видите излом тренда, то в данной ситуации, видите, смотрите, вот это излом тренда, вот это излом тренда, то вы всегда будете проводить, например, по предыдущему бару. Почему? Смотрите внимательно. Дело в том, что невозможность инструмента переписать свой самый высокий или самый нижний уровень – это и есть ложный пробой. Так. Вот давайте посмотрим несколько картинок. Сейчас, одну секунду. Ну, давайте, к примеру. Вот. Очень хорошая картинка. Видите? Вот у вас произошел бар, вот произошел ложный пробой. То есть, бар первый и относительно него произошел ложный пробой. То есть, ложный пробой, который идет относительно предыдущего бара и подтвердит уровень. То есть, вот эта полосочка первая, она и будет именно баром, по которому сформировался уровень. Видите? Как четко. То есть, когда вы смотрели, в первую очередь, это там самое сильное касание. Поэтому, очень важно, где и как правильно проводить уровень, дорогие друзья. И на эти вещи нужно обязательно обращать внимание. Александр Михайлович, на экстремуме вы иногда строите уровни не по самому кончику экстрема, не доходя до самого кончика. Объясните, от чего это зависит? Ну, я бы на самом деле, если это экстремум, то самое главное, не просто даже экстремальное, а какие были предыдущие бары. Я иногда могу даже не по экстремуму пройти. А если это был бар ложного пробоя, то я могу не по бару ложного пробоя, вернее, провести, а по предыдущему дню. То есть, по предыдущей дневке. Следующий вопрос. Как все-таки правильно разобраться там, где цена от дневного уровня далеко? Бывает, что сформировался локальный злокальный уровень день назад, а по факту отрабатывает уровень недельной давности тоже локальный. Или входи только каждый раз, когда мы подходим к уровню, просто выставлять order для статистики. Я, Дмитрий, я только смотрю дневные уровни, только дневные уровни. Я не смотрю, стараюсь не брать какие-то, ну, слабенькие уровни. О силе моих уровней, тем более, если вы торгуете форекс, можно смотреть в понедельник. Каждый понедельник, каждый понедельник мы делаем бесплатный обзор, где мы показываем уровни. Я очень часто рассказываю, какие уровни сильные, какие уровни слабые. Все делается специально для вас. Поэтому, как я уже сказал в понедельник, не лените, заходите и смотрите наши комментарии, сценарии по поводу уровней. Здравствуйте, Илья Михайлович. Подскажите, будет ли правильным торговать внутри дня только одну модель, а именно воздушные уровни по локальному тренду? Ответ, скорее всего, нет, потому что локальные уровни, они очень слабые, поэтому я этого не порекомендую. Вопрос такой, как долго держать дневные, часовые и воздушные уровни в работе, день, неделю, месяц или полгода, спасибо за ответ. Но скажу честно, я в основном использую только дневки, я часовые и воздушные уровни практически не использую, месячные графики, то есть все, что у меня на видимом таймфрейме. То есть, если я открываю дневку и вижу очень сильные уровни, я их удерживаю. Следующий вопрос. Часто сталкиваюсь с таким явлением, как плавающие уровни в основном на коротком таймфрейме. Можно ли приблизительно понять зарядье, что будет возможно это раскопаться на уровне, ведь заходишь на проторговки и часто возят туда-сюда. Вопрос отличный. Дело в том, что проторговки предназначены для того, чтобы потом четко идентифицировать покупателя или продавца. То есть, задача ваша – это понять, что на проторговке, вернее, не торговать на своей проторговке, а заходить только после того, когда появится покупатель или продавец. Я сегодня попробую показать вам несколько картинок, где так называемый плавающий уровень как раз именно переходит из разряда плавающих в разряд лимитных. Что я хочу сказать. Плавающий уровень предназначен для того, чтобы показать, что цена гуляет именно возле уровня. То есть, что там действительно есть уровень. Но на самом деле этот плавающий уровень торговать не надо. Надо обязательно ждать появления лимитного продавца или покупателя. То есть, мы легли под уровень или за уровень. Обычно, если вы видите, что вас начинают возить на уровне, то больше двух раз. Совет третий раз не заходить, потому что вам по-простому потом не хватит запаса хода для того, чтобы на этом заработали деньги. Следующий вопрос. Внутренний уровень, который сделал излом тренда и прилично сходил, но не сделал перехай или лоу, будет ли он засчитан в следующий раз? Можно ли в следующий раз при подходе цены считать уровень сильным, ключевым и торговать по нему сложную пробу? Ответ – да. Есть ли с какой-то точки? Вообще, Рома, вопрос у вас очень хороший. Если вы посмотрите наши вебинары «Как правильно проводить уровень», уровни на канале gerchkinco.com, на нашем YouTube-канале нашей компании, вы увидите огромное количество именно вебинаров, которые именно и показывают, как правильно проводить уровни. То есть, отвечая на ваш вопрос, будет ли уровень, который сделал излом тренда и прилично сходил, но не сделал перехай, будет ли он уровнем? Ответ – однозначно да. Если с какой-то точки на графике. Давайте скажем так. Что является уровнями? Уровнями являются те точки, в которых происходят какие-то исторические события. То ли излом тренда, то ли еще что-то. Если в этих точках происходит что-то важное историческое, даже если не было перехай или перелол, то этот уровень все равно будет сильным. Поэтому, если было очень сильное движение, какая-то паранормальная свеча или началось резкое движение именно с этого инструмента, то, дорогие друзья, все будет хорошо и этот уровень будет сильным. Что такое внутренний уровень, как понять внутреннюю или нет? На этот вопрос на пальцах ответить не могу. Заходите, есть огромное количество вебинаров, не ленитесь. Есть все вебинары по уровням, заходите на канал gerchkinco.com, есть вебинары по уровням, что такое внутренний уровень. Это уровень по-простому, который зажат между какими-то двумя сильными уровнями. Ну давайте, сейчас вот у меня график был открыт, давайте я сейчас его открою и покажу, что является внутренним уровнем. Например, вот этот уровень в районе 15 долларов вот здесь, вот хоть и есть у нас откат, будет являться внутренним уровнем, потому что он находится внутри очень сильного канала и зажат между high и low. Это является внутренним уровнем. Но для более четкого осознавания, что такое внутренний уровень, мой совет один, обязательно посмотрите вебинар по уровням, там полностью все описано. Так, уважаемый Александр Михайлович, является ли уровнем паранормальный бар закрытый не под high или low? Вопрос хороший, ответ да и является. Любой паранормальный бар, неважно, какое у него тело, да, кто не знает, что такое паранормальный бар, это бар с АТАром, приблизительно два АТАра и выше, является очень сильным уровнем. То есть, не важно, какое было тело, важно, какие были хвосты. Евгений Матвеев, огромное спасибо за ваши труды, смотрел много роликов свободного доступа, нашел мало информации про ближний ретест. Есть видео, заходите на канал Герчикенко, а видео про ближний ретест там конкретно есть. Ну, давайте я на словах просто расскажу, что такое ближний ретест. Ладно, даже специально для вас нарисую. Сейчас все высветится и отвечу на ваш вопрос. Итак, вот смотрите внимательно, представьте себе, что у нас есть уровень. Вообще, что такое ближний ретест? Ближние ретесты – это тесты, которые идут в пределах одной недели от ближайшего теста. То есть, что происходит? Например, до этого у нас был уровень, к примеру, да, уровень точка излома тренда, потом инструмент идёт, 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 ударяется конкретно уровень, отскакивает от этого уровня и начинает идти сюда. Вот это вот место называется ближним ретестом. Самое главное, чтобы расстояние между этими двумя точками было приблизительно меньше семи дней. Чем меньше ретест, то есть, чем меньше дней на ретесте 2-3 и чем меньше откат, то есть, самый неглубокий откат, тем сильнее будет ретест. Добрый день, Александр Михайлович, я заранее извиняюсь за вопрос, но мне хотелось бы уточнить, если уместно здесь, как вы ставите уровень на недельном тайм-фрейме, пробитие ретеста должно быть тоже недельным баром или недельный уровень, а пробитие ретеста может быть баром D1. Вы не забывайте одну вещь – пробитие, неважно каким баром, D1 или неделька или месячный или ещё что-то. Пробой есть пробой. Любой уровень – это цена, это горизонтальная цена. Если цена горизонтально пробита, значит пробит уровень. Неважно, это как ложный пробой. Цена, если стоит – всё. Вот это основной факт. Больше ни о чём думать не надо. Добрый день, существует мнение, что длинный хвост свечи говорит об истощении движения в направлении хвоста так леет. Ну в большей степени – да. Обычно длинные хвосты – это уже окончание движения. Особенно, особенно, если эти хвосты находятся возле каких-то очень сильно критических уровней.